Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на нашем канале. Совсем недавно я опубликовал на канале видео, в котором агроном компании Кессон Михаил показывал, как он проводит формировку огурцов в демонстрационных теплицах компании Кессон. И под этим видео появилось некоторое количество комментариев, в которых безосновательно, необоснованно люди начали утверждать, что для того, чтобы вырастить такое мощное растение огурца, нужно под них внести чуть ли не потоннее удобрение. И, конечно же, химических. Но, конечно, какие у нас еще бывают удобрее, только химические. Так вот, друзья, я просто не могу остаться в стороне и не ответить на такие голословные утверждения, которые просто задевают... Ну, мое лично, вот я не выращивал те огурцы, но меня лично это задело. Я представляю, как задело это Михаила, который выращивал эти растения с семечки и до таких размеров. Тем более, что это все ложное мнение, которое вот эти комментарии формируют у большинства зрителей. Друзья, я поэтапно сейчас расскажу, как выращивались те растения. Итак, первое, что было сделано, это на этапе выращивания рассады был разогнан корень. Для огурца главное это корень. Будет корень хороший, будет хорошее растение, не будет корня, сколько ни кормите растение, растение мощным не будет. Это первое, огурец и корень, это знак равенства. Урожай у огурца и корень, это тоже знак равенства. Следующий момент, перед тем, как высадить рассаду огурца в почву, в почве был сделан химический анализ. И в лаборатории, в профессиональной лаборатории компании Кессон, я оставлю, кстати, номера телефона в этой лаборатории, в описании под видео, друзья, отправить образцы почвы своих больных растений, либо воду, либо удобрения даже проверить на качество. Вы сможете, позвонив по телефону, я был в этой лаборатории, супер современное оборудование. Мне провели экскурсию, возможно, будет видео на моем канале о том, как оборудована эта лаборатория. И показывали даже микроорганизмы, которые находятся в растении. Вот присланное растение, я видел томата, и что в нем находится. Внешне здоровое растение, друзья, как выглядят нематоды под микроскопом. Все это я видел, это просто мечта сбылась. Я мечтал давно, честно вам скажу, побывать в такой лаборатории. Но это маленькое отступление. Так вот, ребята, прежде всего узнали, какие элементы есть. И до минимума снизили внесение, затем уже под развивающиеся растения дополнительного питания. Потому что они знают, что, допустим, зачем вносить туда азот, если там азот уже есть. Вносится минимум, получается максимум. Это первое. Второе, это правильная формировка растений. С самого начала произрастания растения была сделана формировка. Ну, видео можете посмотреть. Я думаю, вы смотрели уже. Ссылочку оставлю внизу в описании, да, как формируются эти растения, друзья. Так вот, все было сделано для того, чтобы на начальном этапе эти растения вообще ни на секунду не задержались в развитии. Чтобы листостеблевая масса беспрепятственно, без задержек развивалась. Безостановочно. Это второе. Правильная формировка позволяет нарастить мощную массу. Третье. Правильное проведение поливов. Михаил при выращивании этих растений проводил дробные поливы. Видео совсем скоро будет на моем канале о том, как правильно проводить поливы и как правильно разгонять корневую систему. Это настолько важные моменты, которые позволяют добиться максимального результата при выращивании огурца. Так вот, друзья, дробные поливы, по чуть-чуть, но часто, позволяют постоянно в корнеобитаемой зоне почвы сохранять достаточное количество кислорода. Да. Растения, производя дыхательные процессы, способны поглощать даже минимальное количество питания, которое в почве находится. Мы же зачастую, бывает так, что, ну или из возможностей, или из ленности, заливаем растения, ну, чтобы хватило как минимум на сутки, а еще лучше на двое, на трое. Уезжаем куда-то, тем самым выдавливая кислород из почвы, и растения просто перестают развиваться. Удобрение – это добавка. Добавка ко всему остальному, к хорошо развитому корню, это добавка к почве, это добавка к поливам, это добавка к формировке растения, к температуре и так далее. Всего на все. Если не будет хоть одного из этих параметров, допустим, холодная почва, ну какие удобрения? Вот я понимаю этих людей, которые писали свои недалекие комментарии. Вот мы высыпали, ну я так думаю, что человек высыпал при выращивании своих огурцов, допустим, там, килограмм удобрения, а растение у него вот такое вот, всего на все выросло. И думает, ага, а чтобы вот такое выросло растение, то сколько они туда? Значит, в 10 раз больше, 10 килограмм. И начинают вот эти комментарии писать. У нас с килограмма маленькая, значит, 10 килограмм у них большой. На самом деле, друзья, создайте, вот в холодную почву хоть засыпем, залитую почву хоть засыпем и так далее. Грамотно применяя минимальное количество, получаем максимальный урожай. Я думаю, что теперь вопросы снимутся. Выращивайте с умом, проводите подкормки с умом. Возможно, при создании вообще идеальных условий вам вообще не придется вносить никакие дополнительные удобрения, дополнительное питание. Может быть, растение обойдется тем питанием, которое уже есть в почве. Проанализируйте условия выращивания. Посмотрите корешок, посмотрите листочки. Нет ли на листочках там какой-то бяки. Ну и температуру, и свет. И все станет на свои места. И не надо, друзья, обвинять других людей в том, в чем обвинять и не в чем, по сути дела. Наши огурцы тоже не такие большие, не такие листья. Но у меня другой способ формировки. Я не удалял первые завязи на огурцах. Я об этом рассказывал вам, я показывал на своем канале. Почему? Потому что мы получали продукцию уже начиная с первой завязи. Вот сейчас мы поудаляли, как Михаил показывал, листья тоже так начали удалять. Очень понравилось нам это объяснение, что оно дает. И лист у нас маленький, потому что мы не удаляли завязи первые. Мы притормозили растения. Мы подкармливаем минимально. Я уже забыл, когда мы эти растения подкармливали. Но лист у нас небольшой. Если бы мы сразу дали ему развитие, дали ему возможность для быстрого старта на начальном этапе выращивания, лист у нас был бы не меньше, чем у Михаила. Друзья, на этом я свое видео закончу. Не смог, извините, сдержаться. Просто когда человека в чем-то необоснованно обвиняют. Мне было неприятно такие комментарии читать. Хотя не я эти огурцы, как говорится, выращивал. Но тем не менее, Михаил не имеет возможности ответить. Я думаю, что те люди, которые так писали, ну, друзья, просто подумайте в следующий раз, прежде чем такое писать. И если хотите, проведите эксперимент. Возьмите мешок самого лучшего, самого качественного удобрения. И посадите туда вот свою рассадину. И посмотрите, что у вас вырастет. А тогда будете писать, как при таком количестве удобрений, какие у вас джунгли вырастут. Вот и посмотрите. И напишите в комментариях после проведенного эксперимента, как они у вас выросли. Будет интересно почитать. Но можете не пробовать. Я вам скажу, у вас ничего не вырастет. До свидания. До новых встреч.